Всем привет! С вами Александр Усольцев и мы находимся в Кривоарбатском переулке, наверное, у самых удивительных домов Москвы, построенного причем в 20-х годах архитектором Константином Мельниковым и, что еще более уникально, в советское время для себя, как частный дом. Собственно, сын Мельникова здесь проживал до своей смерти, до 2006 года, а сейчас это филиал музея архитектуры. Сегодня здесь особенный день, здесь наряжают елку. Елка, кстати, от Варламова, и если вам нужна такая очень крутая елка, это пихта, на самом деле такая датская, очень пушистая, прекрасная, промокод от меня, лично от меня, будет в описании. В конце 20-х годов архитектору Константину Мельникову, признанному во всем СССР и за границей, разрешили построить свой собственный дом в самом центре Москвы, в Кривоарбатском переулке. Что он и сделал по своей концепции, это такие два цилиндра, примыкающие друг к другу, где у него был не только жилой дом, не только жилые помещения, но и огромная мастерская. Ну что ж, а мы прогуляемся, пройдемся вокруг этого дома, посмотрим, в чем его особенности. Дом строился из красного кирпича, и вот здесь вот часть эта видна, но причем вот там, где нет окон, на самом деле они есть, потому что это все такая сетка была сделана из кирпича, а ненужные части дома были завалены строительным мусором, то есть ненужные вот эти проемы. И так Мельников очень сильно сэкономил на кирпиче, все-таки строил для себя, ну а плюс ему надо было много света в его мастерской, поэтому дом такой круглой формы с множеством окон. И вот мы внутри дома Мельникова, прям меня переполняет волнение, потому что дом совершенно уникальный, то есть тут заложены были решения, которые потом в 60-х годах использовались, которые потом дошли в Европе к 70-м годам, вот даже, например, дверь, обратите внимание, которая может закрываться и в одну, и в другую сторону, то есть перекрывать одно пространство, создавать вот так вот, например, закрыли. Оп! Или, например, когда студенты пришли, можно закрыть помещение на кухню, и студенты сразу понимают, что надо идти подниматься наверх. Решение по созданию разных пространств, по их зонированию настолько удивительное и классное, что, я говорю, только сейчас в некоторых офисах класса А это начинает использоваться. У Мельникова здесь отдельно столовая была, здесь долгое время жил сын Мельникова до 2006 года, и поэтому здесь очень бережно все сохранялось. Ну а сын был художником, и многие картины в этом доме писал, как сам Константин Мельников, так и его сын Виктор. Вот, Константин Мельников прославился в начале советского времени, очень прогремел на всю страну своим павильоном Махорка, деревянной во время выставки на месте нынешнего парка Горького, тогда была. Так как прототип будущей сельскохозяйственной выставки, а потом ставшей ВДНХ. Вот здесь очень уникальное устройство было придумано Мельниковым, когда надо со столовой позвать его, а он находится в мастерской, то вот такие переговорные трубы, как на корабле, и можно не поднимаясь уже крикнуть туда что-нибудь, чтобы он спускался. В основном, конечно, после смерти Константина Мельникова жили в первом этаже, а верхние этажи, до которых мы сейчас с вами дойдем, они, конечно, сохраняли такой дух, сам сын это все сохранял. И видите, здесь окна идут довольно часто, но некоторые ниши, они между окнами большие, то есть там просто завалено, это же окно, оно есть там, но оно завалено строительным мусором, а где-то это используется как шкафы, стены, то есть дополнительно, про дополнительное пространство. На первом этаже комната такой неправильной формы. Ну вот, смотрите, вот здесь, например, на кухне холодильник такой своеобразный, то есть холодная стенка вот здесь можно открыть, например, вот я не буду сейчас этого делать, потому что можно открыть на улицу отверстие, и сюда будет идти холодный воздух, даже вот я вот чувствую такой сквозняк здесь, и хранить продукты без электричества в 20-х годах, так вообще уникальная вещь. Смотрите, у Мельникова у него дом такой авангардный и советский, но при этом ванна, она из доходного дома, такая чугунная, такая еще добротная, дореволюционная. Бывшая комната Анны Гавриловны, жены Константина Мельникова, она вот здесь любила творить. И вот восстановлена по фотографиям, конечно, здесь, как могло быть, ну, какие-то вещи восстановлены. И здесь еще шкаф, в котором хранятся платья. Вот такое удивительное членение пространства у него сделано на первом этаже, перегородками, маленькими комнатками, совершенно какая-то такая планировка нетривиальная. В круглом доме, конечно, ее, она не может не быть нетривиальной. Ну, а мы с вами поднимемся, конечно, в основные помещения сверху, там, где гостиная, там, где святая святых, мастерская, спальня, самые основные помещения этого дома. Мельникова все не просто так, здесь даже печка, которую он сложил, но сейчас она, конечно, уже не используется, и она здесь стоит как экспонат, она такая, как супрематическая композиция из разных объемов, играющих друг с другом. Как сделаны двери, как вообще решение пространственное, это все, ну, совершенно было сделано потрясающе для того времени, это конец 20-х годов. Это по современным меркам выглядит очень круто, а тогда это просто был как-то полет в космос в архитектуре. Когда-то в гостиной открывались окна, но, к сожалению, поскольку строительство рядом было таким суровым в 90-е годы, по дому пошла трещина вот с этой стороны и немножко перекосилось здесь все, и вот эти огромные окна, которые давали много воздуха в гостиную, уже сейчас никто не рискует открывать, хотя раньше был здесь, можно было это все и открыть, и еще и выйти на веранду, которая над нами. Но вход на веранду сейчас находится в мастерской, куда мы с вами чуть позже и отправимся. У Мельникова были свои представления об устройстве быта, иногда очень такие интересные, своеобразные, и он считал, что основной отдых человека – это сон, практически основной и единственный. И поэтому к устроению своей спальни он относился с большим трепетом, при этом он считал, что вот прийти в спальню только поспать, поэтому здесь не такие высокие потолки, как в остальном доме, и здесь просторное помещение вот с такими перегородками, помещение такое, ну, можно сказать, функциональное, по сравнению с другими. Вот здесь как раз такие воздуховоды, из которых идет теплый воздух, это тоже одно из ноу-хау Мельникова, у него большой колорифер стоит в подвале, а из него расходится теплый воздух по всему дому, вот с помощью таких вот воздуховодов. Среди прочего у Мельникова еще и ноу-хау по тому, как он делал перекрытия, то есть в частности он использовал максимально ребра жесткости, чтобы экономить, опять же, материалы, и чтобы более эффективно использовать там средства свои собственные, потому что дом строил он на свои собственные средства в конце 20-х годов, на то, что заработал от строек, потому что уже в 30-х годах он стал невостребован, стиль авангард сменился сталинским суровым стилем. Хотя что отдельно интересно, то, что даже иностранцы, особенно искусствоведы, историки, все, кто приезжает в Москву, они прежде всего интересуются не московскими модерном, готикой, что мы очень любим смотреть. Они интересуются вот этим. Они интересуются московским авангардом, московским конструктивизмом, именно потому, что в Советском Союзе в 20-х годах делали такое, до чего дошли во всем остальном мире только после войны. В устроении общественных зданий, в эффективном использовании различных строительных материалов были совершенно потрясающие идеи. Вот по всему дому как раз метки расположены. Контроль за трещинами идет. И вот мы вышли, можно сказать, в святая святых, то есть мастерская Константина Мельникова, потом Виктора Мельникова, а его сын художника, где, собственно, творилось вот это чудо и архитектурная мысль, художественная мысль. Мастерская, залитая светом, вот из множества этих окон. И здесь же, здесь же выход на веранду. Но сейчас мы туда выходить не будем, потому что все-таки пожалеем старые двери, которые открывать сейчас зимой не очень здорово. Потом, мало ли, перекосится и не закроем. Вот здесь совершенно уникальная вещь. Буквально пару недель назад появилась в доме Мельникова. Восстановили просто из обломочков, из вот этих деревяшек по отдельности шезлонг Мельникова. Шезлонг, это не просто даже то, что он был здесь, не то, что он использовался на крыше для загорания. Он именно в этом шезлонге сидит Константин Мельников, когда к нему в гости приезжал Кортье Брессон и знаменитая фотография Мельникова в своей мастерской. Собственно, вот выседает здесь. Меня слышно? Да. Хорошо слышно? Да. Расскажи стихотворение для Деда Мороза. Я не знаю стихотворения. Очень плохо, ладно. Но все, мы протестировали трубу. Вот, собственно, вот так работает переговорная труба в мастерской. Поднимемся с вами наверх, окинем мастерскую полным взглядом. Сюда к Мельникову приходили студенты. Здесь он сам работал до самых своих последних дней в 1974 году. Ну вот как раз, вот так вот выглядит веранда на доме. Когда-то она использовалась хозяевами по полной. Здесь можно было загорать, из мастерской сразу выходить, устраивать пикники, принимать солнечные ванны. Ну вот такая у нас импровизированная экскурсия прошла по дому Мельникова. Мы объявляем такой флешмоб совместно с домом Мельникова. Вот приходите сюда. Здесь двор открыт всегда днем. Открывается с утра и до вечера работает. И приносите свои какие-нибудь игрушки, пожелания. Вешайте на елку. Выкладывайте в соцсети по хэштегу «Елка Мельникова». И будем с вами делиться позитивом, вместе праздновать Новый год. Ну а на экскурсию в дом Мельникова можно попасть по записи. Вся информация будет внизу, в описании. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Ну а соответственно, если вам тоже такая елка от Варламова нужна, вот в описании тоже все ссылочки и промокоды есть. Всем пока! Спасибо!